Добрый вечер, мои дорогие подписчики, добрый вечер все, кто случайно зашел на мой канал, мои дорогие. Сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, и пока я собиралась записать видео, смотрю под моим видео, которое недавно вышло, уже пишут комментарии. Елена Милованова, рада вас видеть, видимо, вас размешило, когда я сказала, ладошка без пальчиков, да? Правильно, Лена, поняла. Оля Федорова, молодец, моя хорошая, всегда радуйте меня. Танечка Долгополова, Танечка, надо разбираться с вами, я не могу знать точно почему. Напишите, как у вас с питьевым, как у вас с кардионагрузким, что там, считаете вы свой колораж, не считаете, что происходит, надо, конечно, разбираться. Вот так вот смаху сказать, ну, это невозможно. И вы спрашиваете мой колораж, ну, мой колораж вас вообще не должен интересовать, потому что у каждого он свой, он рассчитывает согласно нашего возраста, веса, роста и так далее, и активности. И если мой колораж для кого-то, для меня норма, для кого-то это будет слишком много или для кого-то слишком мало, и можно навредить. Вы свой колораж знаете, вот Таня, кстати, да, если у вас рассчитан колораж, какой он у вас, как у вас рассчитан на кетокалькуляторе, напишите, пожалуйста, подробно, как у вас рассчитан, как вы его соблюдаете, считаете, вы не считаете, потому что вот так смаху сказать, что происходит у вас, почему стоит вес, очень сложно. Конечно, плата, оно существует, но причин у каждой остановки веса разные бывают. Бывает и передышка, как говорится, то организм привыкает, перестраивается, причин очень много. Поэтому, Танечка, напишите под этим видео, пожалуйста, рассчитан у вас колораж пакета к калькулятору. Сколько дней, сколько вы в день кушаете, как у вас питьевой режим, кардионагрузки и так далее, чтобы хоть как-то вот понять вашу картину. Договорились, Танечка, да? Вы ответите мне. Я в следующем видео или даже под этим видео, которое выйдет, я с вами пообщаюсь. Договорились, да? Еще мне написали две девочки в одноклассниках. Ну, рассмешили девчонки, рассмешили. Света и Катя, привет вам, большой девчонки. Они спутали, что такое КБЖУ и что такое базовый метаболизм. Девочки мои дорогие, базовый метаболизм. КБЖУ, расчет КБЖУ, это две разные вещи. КБЖУ рассчитывается для нас, для всех, для каждого из нас индивидуально, согласно вашего возраста, веса, роста, активности и жировых отложений. У базовый, КБЖУ у всех, у всех разное. Ну, кстати, так же, как и базовый метаболизм. Все индивидуально. Для каждого индивидуально рассчитывается и КБЖУ, дневной колораж, и базовый метаболизм. Базовый метаболизм – это минимальное количество калорий, которые сжигают организм дальше в состоянии нашего покоя. Понимаете, что такое базовый метаболизм? Когда вы спите, и ваш организм сжигает жиры согласно вашему именно базовому метаболизму. Базовый метаболизм у всех разный у нас, так же, как дневное КБЖУ тоже у всех разное. Вот, Танечка, чтобы Долгопова, чтобы вы могли понять, что у нас у всех разное КБЖУ. И применять моё КБЖУ на себя совершенно не стоит и нельзя, это чревато. У меня, я же в одном видео рассказывала, у меня две девочки попросили сказать, какое у меня КБЖУ. Я сказала, вот такое-такое-такое-такое-то. Проходит какое-то время, я отчитываюсь за свой вес, и они мне говорят, Елена, в чём дело? Вы-то похудели, а у нас вес стоит. И я говорю, я не знаю, почему, девочки, у вас вес стоит. Что случилось там у вас? Они говорят, ну вы же озвучили свой дневной колораж. Мы чётко придерживались этому колоражу. И углеводы, белки, жиры. Вы кушали так же, как вы. Я говорю, милые мои, давайте я вам рассчитаю. Мы же все разные, почему? Вы должны моего КБЖУ придерживаться. Я пересчитала, одной было на 100 калорий больше, мой дневной колораж, а у другой на 200 меньше. Поэтому, мои дорогие, мой дневной колораж к себе не применяйте. Мы же все разные, мы рассчитываем, согласно вашему возрасту, весу и росту, активности жировых отложений. Понятно, да, мои хорошие? И не путайте. КБЖУ, как рассчитывать, да? И как рассчитывать базовый метаболизм. Для девчонок, я специально, которые спросили у меня про базовый метаболизм. Понятно, да, мои девочки? Это минимальное количество калорий, которые в течение отдыха у нас сжигает наш организм. Он тоже рассчитывается у всех, у всех по-разному. И вот под этим видео я оставлю две формулы. Мне нравится и та, и другая. Выбирайте, какая вам больше нравится. Одну формулу я оставлю Харрица Бенедикта, и вторую формулу Маффина Джокера. Да, Джокера. Правильно, надеюсь, я правильно назвала фамилию. Итак, под этим видео будут две формулы, которые вы можете рассчитать свой именно базовый метаболизм. Таня Толкопова, пожалуйста, напишите подробнее, что у вас там происходит, что у вас с питьевым режимом, сколько у вас рассчитано КБЖУ. Вот вы 1600 пишете, больше не можете. Сколько у вас вообще рассчитано, если рассчитано по калькулятору? Вот давайте разберемся с этим, и я вам отвечу. Пока сейчас я вот так сходу не могу сказать, мои хорошие. Понятно, да? Девчонки мои дорогие, Леночка Милованова, Оля Федорова, Танечка Толкопова, спасибо, что сразу участвуете. Я говорю, пока записываю видео, уже вижу, что вы мне пишете. Итак, мои дорогие, надеюсь, вы поняли, что такое базовый метаболизм, что такое расчет КБЖУ. Еще у меня ко всем просьба. Кто просит меня рассчитать свое КБЖУ? Вы, пожалуйста, знаете, понимаете то, что если я рассчитываю, я рассчитываю на калькуляторе, кето-калькуляторе. Если вы придерживаете правильного питания или какого-то еще другого питания, вы, пожалуйста, напишите, потому что то, что я рассчитываю на кето-калькуляторе, не подходит для вас. Для ПП есть совсем другой калькулятор. Я вам скину ссылку или уж на крайний случай посчитаю. Понятно, да, мои дорогие? Итак, мои дорогие девочки-нимайчики, пишите свои комментарии, пишите свои рецепты, как вы подсправляетесь. Вот сегодняшняя и вчерашняя тема «Вес встал», да? Это очень для многих важно. Вот так вот сегодня, как у Танечки опять, та же проблема. А от вас, Таня, я жду, жду, чтобы вы напишите более подробно, что у вас там происходит. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии. Кто не подписан, не забудьте подписаться. Ну и, конечно, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие!